Мне трудно объяснить, говорит мать, вдруг в видении мне открылась идея искупления. Она не выражалась словами. Мысль о том, что спасение может принести лишь вера и божественное вмешательство. Это и есть идея спасения. Я поняла Христа и веру в Христа. Я поняла, и идея первородного греха предстала мне не только в связи с христианством. Я поняла, что такое первородный грех и искупление через веру в Христа. Вот в какой-то момент к моей внезапно пришло озарение, что вера в Иисуса Христа, вера в Него как в Спасителя, как в Искупителя, в Искупителя общечеловеческой греховности, это как раз то, что способно дать человеку внутренний импульс или толчок к началу продуктивной духовной работы. До этого вообще её отношение к Христу в общем-то в сильной степени маскировалось отношением к христианской церкви. Она категорически не принимала любые церкви, в том числе и христианскую, а вот к Спасителю, соответственно, было такое отношение через призму видения этой церкви христианской. И тут она потихонечку начинала прозревать вообще, в чём состоит миссия Христа. Что Евробин сразу, так сказать, оценил вот то, что заложено в христианском учении, что является его основой. А мать и Сатпрэм, они очень долго сопротивлялись этому. Но благодаря тому, что они получили хороший урок, хороший опыт от христианской церкви, католической в частности. Негативного такого характера, безусловно. Так вот, Иисус настойчиво повторял, что только божественное вмешательство через посредство Духа может освободить человека от ус материальности, от греховных ус. Только божественное вмешательство. Человек своими силами не в состоянии ничего сделать. И первородный грех – это не что иное, как наше рождение в материальном мире, в животном теле, что уже изначально, на данном этапе духовной эволюции, предполагает жизнь в неведении. Нас изначально помещают в эти условия – жить в неведении, сильным влиянием животной составляющей. Иными слогами, уже изначально, наша с вами жизнь предполагается как греховная. В эволюционном плане, в этой божественной игре. Не то, что мы согрешили, а нас помещают в условия, когда невозможно не грешить. Понятно, да? Хорошая задумка у отца была. А гениально вообще всё, вы представляете? А то первородный грех, там, скушали яблочко, совокупились, там, или ещё чего-то. Не в этом дело. Надо смотреть гораздо более серьёзно на эту проблему. Действительно, вот мы в этой жизни таковы. Мы не можем не жить греховной жизнью изначально. И вот таковы условия игры на данном этапе эволюции. Как это превзойти, как это практически преодолеть, и показал Иисус. Пример привёл к тому, что это можно превзойти и принести духовный плод. Здесь, в этом теле, в этой материальной греховной жизни. То есть, по сути, Он своим примером искупил вот ту многивоковую, многотысячелетнюю, так сказать, ну, что ли, человеческую греховность, когда не было видно выхода из этой проблемы. Были какие-то частные методы, но в целом ничего не менялось. Он говорит, что можно всё изменить кардинальным образом. Для этого надо сделать тот, тот, тот. То есть, открыться той самой силе, которая тебя изменит. Не ты себя способен изменить. Ты способен себя изменить только в совершенно небольшом диапазоне каких-то действий человеческих. А кардинально тебя меняет та сила, которая движет эволюционным процессом. Ты вовлечён в эту игру, ты вовлечён в этот процесс. И надо играть или жить по правилам этой игры. И всё. И всё упростилось. И его слова «Я есть путь истинной жизни» означают демонстрацию им самому себя, как состоявшего с Сына Божьего, как вышедшего из этого замкнутого круга. Казалось бы, греховного круга. Он оставил нам путь. Он оставил путь стяжания духа, путь стяжания божественной благодати, путь стяжания хлеба с небес. Он показал нам пример спасения. Делай, как я, и будь спасён. До его прихода подобной идее спасения, спасение с помощью божественной силы, которой надо сознательно открыться, не вмещалось в сознание людей. Они не способны были это вместить. Они в основном полагались на самих себя, на внезапное чудо, на приход очередного спасителя в овечьей шкуре, который будет их ублажать и потом даст им все блага, естественно, земные. То есть, до его прихода идея спасения не материализовалась, как факт. Понятно? В чём его величие, его миссии? Когда говорят, там, в Индии, да, в Индии, забудьте. Вот рубеж. Это не случайный рубеж. Новое летоисчисление началось. Это что, человек придумал новое летоисчисление? Сверху было дано. Вот он рубеж. До того забудьте. Забудьте ароматы, запахи Индии, Тибет, Египет и жречества. Забудьте. В историческом аспекте, да, изучили и успокоились. Если есть к тому, так сказать, тяга, чтобы это изучить и познать. Надо, конечно, иметь некие сведения, каким образом вот это кристаллизовалось в духовном плане практическая деятельность. Это надо знать. Ну и всё. Не более того. Приняли к сведению. Вы живите в новом времени. И вот это прозрение матери в отношении миссии Иисуса очень ценно. Мать всегда была противницей христианской религии. Да любой религии. Вообще со всеми её атрибутами. Она была ярой противницей организованной мёдовой системы, которая забетонирована догматикой и скрашена языческими ритуалами. Она поняла, что миссия Иисуса – это нечто коренным образом отличающее от системы, которая названа его именем. Церковная система. Это ценное прозрение у неё было. Только сейчас я начинаю понимать, о чём писал Штеор Абинда в синтезе йоги. И человеческий и физический разум предстаёт таким глупым, таким ужасно глупым. Человеческий и наш физический разум. И вот когда индивидуальное сознание матери расширилось и углубилось, когда она начала осваивать подсознательные регионы, то, наконец, стала понимать Штеор Абинда. Понимать его не умом, не по написанному, а понимать по тождественности переживаний. Вот то, что переживал он, он теперь переживал сама. Что обычное человеческое сознание фрагментарно, что оно предвзято воспринимает реальность, что оно глупо и невежественно в конечном счёте. Нет нужды долго докажут. Это настолько очевидно, что стоит только, нет предвзято, взглянуть вокруг и попытаться поговорить с людьми, с окружающими, о действительно серьёзных вещах. Ну, серьёзными, казалось бы, людьми. И они по-детски плавают здесь. Они не могут ответить на очень простые вопросы, которые для тебя становятся очевидными. Ответы на эти вопросы. Даже высокие интеллектуалы выглядят сущими детьми, когда пытаются амбициозно упорствовать в своём неведении относительно, ну, например, истинного смысла существования человечества. Они ухмыляются на эту тему и говорят, что истинный смысл существования человечества – жить и брать от жизни всё, что она тебе преподносит. Вот жить. То есть, они упростили эту проблему. Они сказали, что главный смысл существования – жить, просто жить. Да, просто жить. Но жить в ведении, а не в неведении. Да? Понятно. Это небольшая разница, сказал. Просто жить. Но просто жить как? Поняли, да, в чём разница? Вот после того, как ты состоялся духовно, ты просто живёшь. Но живёшь в ведении, что коренным образом отличается от жизни в неведении. Подмена такая вот, ловкая, интеллектуальная подмена. Обычное ментальное сознание, за ним ещё стоит и физический ум. Это ограниченность, тупость в физическом уме, глупость вообще несусветная. Он не знает границ своей глупости, он всё время направлен на поражение, он всё время скептик, он всё время нытик, физический ум наш, вот такой мелкий, пораженческий. Есть это у нас, есть эта структура. Вот она не даёт нам покоя. Пока мы туда не углубились, вот в ходе работы на пути сознательной эволюции, он особо не заметен. Потому что мы выбрасываем себя вовне, витально, ментально, живём, фонтанируем. А когда действительно начинается серьёзная работа по трансформации подсознательных регионов, он всплывает. И мы видим, боже мой, какой там мрак, какая там дрянь, как там невыносимо душно. А ведь мы в этой атмосфере живём, то есть мы привыкли дышать этой атмосферой, правда не понимая, что она в нас есть. И вот когда мы остаёмся один на один с этой атмосферой, когда наш ум замолчал, эмоции перестали выплёскиваться, мы перестали себя выбрасывать вовне, мы почувствовали, насколько в душной атмосфере мы живём. Загазованный, отравленный. Поняли? До этого мы не замечали её. Мы дышали, ели, пили и не понимали, что мы едим, дышим, пьём, говорим и думаем, дрянь. А тут вдруг вот ты остаёшься один на один с этим умом, видишь, боже мой. Это когда он начинает трансформироваться, когда этот высший свет начинает его выжигать. И вот тогда мы это чувствуем. И тогда нам враждебная сила внушает всякие глупости, что ты делаешь, ты всё равно помрёшь, и вообще это никому не нужно. Ты будешь всеми оставлен, живи по-прежнему. Вот он этот пораженческий ум. Вот он начинает нам диктовать свои условия, потому что он понимает, что ему конец приходит. Естественно, в агонии он начинает нам внушать всякую такую пораженческую чушь. Бывало такое? Чувствовали вы, да? А в обычной жизни у него тоже массу проблем. Он создаёт массу проблем. Он что-то дует, как бы не простудится, тяжесть в желудке, не рак ли, надо пойти анализ сделать, там, ещё там чего-то. Это тоже его. Это в обычной жизни, в такой. Он как бы походя тебе вбрасывает вот такие проблемки. Относительно здоровья, в основном, и будущих, предвидения такого страшного будущих событий. Понятно, да? Это физический ум, это его, его вотчина. И мы очень легко попадаемся на эту наживку, очень легко, без проблем. Вот этот ум физический, он безоговорочно признаёт авторитет докторов, учёных, газет, телевидения. Ты говоря, говоришь с людьми, и они говорят, ну это же там вот было написано, это же сказал там такой-то. У меня мама была наивным человеком, она говорит, ну это же в газете написано, она говорила тогда, в советское время. В газете написано, потому что в газете не может быть написано чушь, там правда обычно написано. То, что есть на самом деле. Представляете, вот аргумент, это же в газете написано. Вот я её вспоминаю с улыбкой, как она меня убеждала, что написанное в газете, это есть на самом деле. Теперь мы знаем, что и газет много, и написанного много, и говорят многое, что это всё ложь, враньё на 99,9%. Журналистская, брехня, трепотня и прочее. И если ваш физический ум во что-то поверил, или чему-то поверил, так это практически на всю жизнь. Если его не выжечь калёным железом, он всю жизнь будет приверженцем вот того, что в него буквально-буквально впечаталось. И поэтому, когда человек говорит, я так думаю, я знаю, ничего он не думает, ничего он не знает. Он просто как попугай повторяет то, что у него как калешет туда вложено, вот и всё. Да? И переубедить его невозможно. И не надо этого делать. И вот наш физический ум, это фактически наш могильщик. Он хоронит нас заживо, не позволяя даже помыслить о жизни вечной. Потому что проблеска не может быть даже, поскольку он пораженец полный. А если вы пронизаны или пропитаны поражением, то о каких-то, так сказать, победах, победах говорить нечего. Надо оттянуть возможность этого поражения как можно дольше. То есть, бороться с тем, с чем, в общем-то, бороться невозможно. Ясно? Вот как хитро всё устроено в нашей с вами жизни. И как эту хитрость, лукавство этого физического ума, как его превзойти, как его победить. Это же игра интересная, да? Представляете? Всё направлено на то, что конец всему. А мы говорим, нет. Мы знаем, как эту гадину зачатки там вот на самом дне придушить. Вот эту гидру. Знаем. И начинаем работать смело, по-революционному. Потому что революция должна быть индивидуального порядка. Никакие коллективные революции не несут никому освобождение. Никогда. Это новые формы порабощения и всё. Понятно, наверное, да? А вот индивидуальная революция, она несёт в себе свободу. Правильно исполненная. Не просто бунтарство. А именно революционный переворот в сознании. Так вот, под конец жизни человек, находящийся под гипнотическим влиянием физического ума, устав бояться всего и вся, устав бояться смерти, видит в избавлении только в ней и соглашается умереть. Он боится, 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 и потом устав бояться, всё. Вот, смерть, спасение. Вот борются, борются старые люди там со всем, что их окружает, что для них видится агрессивная среда. И устают бороться. И видят, что, ну, наконец бы умереть, и тогда это избавление. Всё. То есть, соглашаются умирать. Невольно. Физический ум их хоронит. Ибо он остаётся в самом конце, потому что интеллект уходит, я говорю о типичной картине. Эмоции гаснут. А физический ум, вот он один и остаётся. Он и добивает человека. Понятно, да? Я понятно объясняю? Ну, хорошо. Я сам и себе объясняю, ведь тоже. Тоже каждый раз, когда говоришь на одну и ту же тему, и себе приходится объяснять. Я же забываю, о чём я говорю. Я же не помню вот это. А тут вот начинаешь себя убеждать. Ну, и то, что убеждать, а вот какие-то новые иные формы ищешь. Как бы вот это более убедительно представить. А что нам надо сделать? Надо просто отделить физический ум от себя, смотреть, что он там болтает и какие глупости говорит, и тогда он обречён. Ему конец. А если вы с ним поддерживаете диалог и купаетесь вот в прелести, которым вам преподносят всё, а вы отделите, наблюдайте, что он делает, как он суетится. Ну и пусть. А по-другому его победить невозможно. А когда вы просто наблюдатель спокойный, ровный, его поток этот выжигает. Вы его никакими медитациями не победите. Будете заставлять молчать ум, а он будет у вас всё время подсовывать вот эти гадости. Не получится, не замолчит. Он интеллектуальные мысли молчат, какие-то бытовые. А физический ум, он настолько заведен механический, что его выключить невозможно. От него надо только отстраниться. И всё. И он сгорает. Ибо вы в ровности и в покое, открыт поток, а поток его выжигает. Всё. И вы своего могильщика хороните. И тогда открывается дорога к жизни вечной. А с ним ничего не получится. Он вас задушит сомнениями и страхами. Вот этот последний бастион. Всё остальное очень легко сделать. Эмоции можно упокоить. Интеллект или вот такие возвышенные мысли, идеи убрать. Ум легко заставить замолчать. Кстати, ум вот тот активный наш. А вот физический ум. Вот тут требуется ювелирная работа. Понимание того, как с ним бороться. Я понимаю, что монахи долгое время боролись с физическим умом. Десятилетиями. А с ними бороться с физическим умом, с мыслями невозможно. И была эта бесплодная борьба. Им навевают пораженческие мысли. Они борются. Господи, помоги, спаси. Я грешен. Я такой, я секунду. Да это отойди от него в стороночку. Пусть он суетится. Пусть он шумит. Это не ты. Это то, что записано у тебя в подсознании, в теле. Изначально ты с этим пришел уже. Вот судьба монашества-то вот таковы. Они на физическом уме потыкались. Все. Проходили успешно. Даже вопреки тому, что делали, начиная с тела, вот эти верхние регионы, а то, что внизу-то. Вот это как раз и есть главное препятствие. Теперь мы с вами знаем, и я думаю, что это главное препятствие можно тоже преодолеть. Время на это требуется, безусловно. Но ни годы, ни десятилетия уж точно. Ни десятилетия это гарантированно. Дальше мать говорит. Высшее сознание ничего не решает. Оно просто знает. Высшее сознание не хочет. Оно видит. В каждую тысячную долю секунды и бесконечно. Вот и все. Это единственная истина. Вот она дает здесь блестящую характеристику супраментального сознания. Это сознание не философствует. Оно не использует логику. Оно не мыслит последовательно от одного к другому. Оно просто знает предмет, знает вещь, знает явление. И при этом прямое знание получается непосредственно из первого источника. Вне всякой логики. Да, это так. Либо ты знаешь, либо не знаешь. Никакой логики, никакой базы логической, никаких доказательств не нужно. Так или не так. Людям с обычным ментальным складом ума, использующим мышление и логику, это кажется невозможным. И видеть шарлатанством. Как ты можешь знать? Ты уже знаешь конечный результат. Вот я уже говорил чего-то. Еще, так сказать, только начинается какой-то процесс, а ты увидишь, к чему он приведет. Только надо подождать, и конец ясит. То есть, видна ошибка изначально в самом факте какое-то принятие решения, первого решения. Потом идет цепочка последовательных, нелогичных с точки зрения высшего сознания решений, которые приводят к краху, допустим. Супраментальное сознание не хочет знать. Нет ни малейшего желания что-то узнать. Вот ни малейшего. Потому что ты знаешь все, но не знаешь ничего. И когда надо будет что-то узнать, это знание приходит. Когда надо, это будет. Не полюбопытствует ему, я хочу там что-то узнать. А когда по жизни или в какой-то ситуации приходит необходимость знания получить, оно получается. Вот это замечательная вещь. Ты не обременен знаниями, ты не хочешь ничего знать, но понимаешь, что ты знаешь все, и в любой момент, когда что-то там, так сказать, будет необходимо получить из этого источника, ты получишь. Только для этого надо, если это излагать нормально, для этого надо иметь, ну, хороший понятийный аппарат или язык, чтобы это как-то изложить, и все. А без слов ты знаешь все вообще. Понятно, наверное, да? Не потому что такой самоуверенный всезнайка. Это вот та особенность, то, в общем-то, особое свойство супраментального сознания. Быть свободным от оттечения грузом знаний каких-то, накопленных в результате вот этих наших изысканий по жизни. И абсолютно-абсолютно свободно владеть вот теми знаниями, которые приходят в форме озарений, такими вот каплями и вспышками свыше. Это как поэзия. Вот настоящая поэзия, она не вымучивается. Вообще нет мук творчества. Как говорится, мук творчества – это глупость. Когда творишь замечательно, потом мучаешься. Потом, потому что был наверху, а потом в помойку сразу погружаешься. Когда... А мук творчества нет. Как? Это радость. Творчество настоящее – это радость. Какие там муки могут быть? Я никогда не понимал. Меня всегда радовало творчество. Муки потом, когда не творишь. Это хорошо. Есть с чем сравнить. Что сравнить? И вот это сознание, новое сознание, оно каждое текущее мгновение спонтанно видит всё как есть. Видит всё интегрально. Видит всё в целом и одновременно всё в деталях. Каждая деталь стоит на своём месте. Ты видишь и всё целое одновременно, и каждую деталь. Люди обычно видят детали отдельные, ну, одну, две. Он не в состоянии больше двух деталей или трёх деталей увидеть и оценить. Это по поведению пилотов нам в экстремальной ситуации становится ясно. Видение интегральное возможно тогда, когда не функционирует ум. Тогда ты видишь всё в целом. Как только работает ум, он видит одно, другое, третье, а четвёртую он не увидит, а четвёртую очень важно. А там надо десяток всего каким-то образом оценить, не думая оценить. Вот и всё. И проблема очень простая. А здесь видение целого, и потом каждый фрагмент стоит на своём месте. И каждое решение принимается тотчас без альтернатив. Фаза анализа нет. Сразу действие. Видите, свёртывается фаза анализа. Никакой логии, никакого анализа, результат, он в действии выражается, а не продукт ума. Это хорошо? Нам надо подумать крепко, поскрипеть ржавеющими мозгами, чтобы что-то предпринять. А тут раз, и всё сразу скажешь. Ничего себе, откуда? Ведь это вопреки логике. Оказывается, это самое правильное. Тебе со стороны говорят, да нет, такого быть не можешь, а ты знаешь, что только так, и всё. И оказывается, действительно, это так. И в мелочах. Мы же по жизни-то, в общем-то, живём-то мелочами. Казалось бы, да? А вот неправильная мелочь изначально, она цепочку неприятностей выстраивает. А если ты в мелочах правилен, то тогда и не запускается процесс, вот тот, который приводит тебя к большим ошибкам. Это всегда помните о мелочах. Правильное принятие решений в мелочи, оно как раз и залог вашей безопасности. Потому что жизнь состоит из кажущихся мелочей, из кажущихся случайностей, кажущихся. И вот эта последовательная цепочка случайностей, к которым ты принимал неправильное решение, она всё более-более-более кармически усугубляется. Нет в жизни случайностей. Любая случайность, то, что мы называем случайностью, неправильно принятое решение, вот эту цепочку пораженческую выстраивает. Потом приходится долго это распутывать. Вот чем замечательно этот новый ум, супраментальное сознание, умом, наверное, назвать нельзя, что он изначально выстраивает все события в абсолютно правильном направлении. Он не даёт возможности уклониться кармически, чтобы совершить какие-то ошибки. Не даёт.